Субтитры сделал DimaTorzok Для этого нам понадобится чехол с кистями, конечно, грязными, потому что кто моет кисти, когда ходит на работу, блядь, куча всякого из косметички. Единственное, что я сейчас воспользуюсь тоником, который я не ношу на работу, обычно я пользуюсь тоником, который перелит в эту бутылочку, потому что она маленькая, от Evelyn, по-моему, называется. Да, Evelyn, короче, в таких больших бутылках продается. Сегодня я воспользуюсь вот таким тоником от Доктора, потому что это топчик, он с гиалуроновой кислотой, по-моему, очень хорошо увлажняет, снимает грязь. Но я уже умылась, если что. Нет, я сегодня умылась. С тренировки пришла и умылась, поэтому у меня еще и волосы такого плана. Ну, в рюмошной. В Питере. В Питер каталась. Вот, в рюмошную зайти. Протираем наше яблишко, даже там, где мы его красить не будем, потому что я редко пользуюсь тоналкой на работе, потому что, блядь, жара. Как бы, извините меня, кто в такую жару пользуется тоналкой. Ну, кто-то пользуется стопудняк. Ладно. Если я использую тональник, давайте мы используем наш тональник. Это тональник от Benefit. Он в стике. Короче, тональник пахнет очень вкусно. То ли шалфеем, то ли лавандой. По-моему, лавандой пахнет. Далее у нас идет увлажнение. У меня вот такая вот фигня. Типа это крем, которого надо супер мало. Его прям точечку надо поставить. Я постоянно на работе, когда пытаюсь поставить точечку, у меня выходит клякса. И потом... Эть, эть. Вот так вот. Этого уже много. Вот так вот и живем. Этого уже много, потому что он супер жирненький. Как я прям. Но ладно, я не супер жирненькая. Короче, это мы все наносим руками. Но руки мы тоже протираем, потому что хули они такие непротерки. Их тоже надо увлажнять. Кстати, зацените новый маник. Я его, правда, уже испоганила. Клеила стул. И типа залила маник клеем. А клей не простой. Не клей момент уже, к сожалению. Ладно. Где-то у нас была еще основа. Я ее выложила. Куда-то. Куда-то выложила. Ну, ладно. Черт ли с ней. Можно немножко тональника нанести. Как бы, да. Кисточкой от Декор. Такой. Типа, ух, ух, блядь. Короче, чтобы не было пятен, я делаю вот так вот. По-хорошему надо еще праймер нанести, там основу. Но я это на работе обычно не наношу, поэтому красимся как на работу. Типа, когда было похолоднее, когда была весна, я наносила энное количество тоналки, чисто, чтобы, знаете, она была немножечко. Итак, мы будем пахнуть лавандой. Этот тональник, он не подходит по нашему тону, но, опять же, я им пользуюсь, когда у меня от недосыпа супер бледность. И лицо выглядит очень неестественно бледным. Поэтому, да, да, иногда мы им пользуемся. Так что, все нормально. Но, когда жарко, я крашу только глаза. И использую немножечко консилера. Палеткой, кстати, вот этой пользуюсь. Их, по-моему, уже перестали выпускать. Я вот в последний поезд прыгнула. Такая прыгнула, влезла. Сказала, все, теперь мое. Знаете, нам хочется праздника, поэтому мы наносим немножко праймер на глаза. Чуть-чуть. Праймер у меня от Artvisage. Типа, блин, ну, бюджетненько. И, ну, держит. Знаете, держит. Разношу этот праймер аж до брови. Вот тут еще. Короче. Делаем вид, что мы клоун. Субкультура клоун. И рисуем нашим праймером себе. Ну, веки. На веки. Потом беру, опять же, Luxe Visage. Не берите. Я взяла, поскольку он имеет немножечко цвета. Консилер типа светоотражающий. Я взяла его попробовать, но так как я взяла его попробовать, я должна его использовать. Он не укрывистый. Абсолютно нет. Он придаст легкий оттенок. В принципе, его можно было бы использовать вместо вот этой вот флюидной какой-нибудь тоналки. Он, ну, не укрывистый. То есть синяки вы не перекройте большие свои. Если у вас большие синяки. Типа на камере оно перекрывает, но все равно видно. Даже на камере. Если я наношу тональницу, чтобы он не потек, не съелся, мне приходится это все запудрить. А, ну, я возьму немножко другую пудру, не той, которой я пользуюсь на работе. Потому что сейчас я ее с собой не ношу, потому что тональником я сейчас не пользуюсь. Запудриваем под глазами, а-ля бэкинг. Контур я не пользуюсь на работе, потому что если я буду еще использовать контур, то что я делаю там, где работаю? Ага. И когда наше лицо стало похоже на блин, можно еще сюда было нанести консилер. Ну, уже как бы похер. Берем вот такую кисточку, как пальчик. Да, мы нашли ее на Вайлдберрис. Ну, вы хотите кот, но я вам его не дам. Хотите кот, пишите в комментариях, что хотите кот. Может быть, в следующем видео я вам его выдумаю. Далее мы берем тени. Зина. Зина! Открой кассу. Гали нету. На больничном она. Вот так вот. Пук-пук-пук-пук-пук-пук-пук-пук-пук-пук-пук-пук-пук делаем. Набираем. Так как эти тени абсолютно не набираются кистью, а пальцем я в них не влезу, потому что у меня очень длинные ногти, как оказалось. Ну, как очень длинные, но очень загнутые. Делаем вот так, избиваем себя этой кистью, чтобы она нам отдала этот продукт, зажопила она. Еще люблю кремовые тени, у меня есть от Influence немножко кремовых теней, подводка, кстати, не подходит в качестве кремовых теней от Influence, блин, для нижнего века, потому что она очень классно склеивает ресницы, вы ее потом хрен смойте. Хотя я очень хочу сделать макияж с белой подводкой и белыми ресницами, потому что нереально красиво выглядит на некоторых людях. Я хочу посмотреть, насколько это будет интересно выглядеть на мне. Ну, опять же, на это надо... Опа! Видите, какой пласт Зина я взяла. Вот он. Зина, Зина, шо ж ты делаешь? Вот не хотела переборщить, но переборщила, знаете. Пытаемся это на второй глаз нанести. У нас это же, конечно, не получится, потому что это кремовые тени, и они устраивают нам засаду. Попробуем выпрямить наш век. Короче, ребят, будьте аккуратны с этими тенями Зины. Потому что, какими бы красивыми они не были, капец, на глазах могут устроить еще тот. Окей. Предположим, что нас это устраивает. Набираем. Следим, чтобы не было вот этих вот пластов. Давай, может, второй глаз нормально получится. Мне как бы тут проблем-то особо нету. Но, видите, мы даже пальцем это не можем растянуть, потому что оно уже все засохло. И через некоторое время оно может облетать. Это один из вариантов макияжа, который я делала. Вот, я сейчас его делаю в последнее время. В последнее время, скажем, да. Потому что я купила эти тени, и я хочу выжать из них максимум, пока они не засохнут, как в прошлый раз, блин. У кого еще эти тени засохли? Просто потому что вы ждали до последнего, чтобы ими воспользоваться. Каждый день, блин, праздник. Праздник жизни. Используйте свои тени на максимум. Понимаете? Если вы не будете использовать свои тени на максимум, кремовые, они засохнут. И вы больше никогда их не используете, не воспользуйтесь ими. Придется либо новые покупать, либо, я не знаю. Либо у вас будет так же, как у меня, вместо того, чтобы купить новые, будете плакать, плакать. Говорит, что вот, никогда больше их не куплю, а потом все-таки купите. Ну, их летом вообще лучше не покупать, мне кажется, потому что они подсыхают очень сильно, очень сильно подсыхают. Даже в баночке. Вот, когда наше веко приобрело такую текстуру старой черепахи, можно попытаться нанести вниз, но лучше не стоит. Вот, наши веки приобрели текстуру старой черепахи. Конечно же, мы протираем нашу кисточку, чтобы эти тени на ней не застыли, не дай бог, да? Вообще, кисточка топчик, чистый топчик. Рекомендую. Берем нашу кисть вот такую, видите, насколько она грязная. Хотя я ее подчищаю об этот жеватный диск, который я использую для того, чтобы снять с себя косметоз. Берем вот этот вот прекраснейший золотой хайлайтер от Influence. Я его уже тут немножко поюзала хорошечно. Набираем на кисточку, даже на такой кисточке хорошо набирается. На такую кисточку больше блеска мы добавляем в уголки глаз. Вот так вот, немножечко заходим на эти кремовые тени, потому что много блеска не бывает. Мы плохо видим, мы сороки, и из-за этого, ну, типа, чем больше блесток, тем лучше. Стараемся использовать их по максимуму. Тут можно немножечко блеска добавить вот так вот на скулы. На нос тоже можно немножко блеска добавить, но зачем? Тут вот на остатках как раз куча красивых звездочек, скажем так, блестящих. Вы не видите, я вижу, мне это достаточно. Потому что макияж рабочий, он не должен, ну, как бы он не обязан. Понимаете, он не обязан выглядеть на камере хорошо, потому что он должен выглядеть хорошо в жизни. А вот это вот иногда не это, не коррелирует друг с другом. Далее я беру цвет Спайс. Ну, вы видите мою любимую палеточку, да, вот у него тут уже вот эти два цвета пожеваны, поюзаны, потому что я обычно крашусь красным. Ну, как обычно, большую часть времени красным, еще вот этим. Но сейчас я решила немножко в другую цветовую гамму идти и беру цвет Спайс. Вот так вот аккуратненько Спайс набираем. Желательно не в легкие. И вот сюда, вот так вот его фигачим. И немножко по нижнему веку. Вот так. И пытаемся растушевать. Тушуем границы, потому что в отношениях с тенями личных границ не должно быть. Вы как бы с ними сливаетесь. Какие там личные границы, блин. Вот тут, вот видите, тут вообще, блин, никаких границ, блин, этих теней нету. Они, ну, я не знаю, как носить эти тени. У меня в прошлый раз не получилось, но они мне так нравятся, что я не могла их не купить по новой. В прошлый раз они у меня просто в банке засохли, когда я их открыла. Типа вообще не смогла воспользоваться ими. Только в магазине, получается, посвотчила немножко, порадовалась. Думаю, блин, какие красивые тени у меня будут. И все, все, ничего не произошло. Если набрали слишком много, немножко переносим на другой глаз. Опять же. Вот так вот, вот так вот. Заодно, знаете, сегодня кисти помою, чтобы на работу с чистыми кистями пойти. Потом мы берем цвет либо Wild Love, либо вот такой, да, Wild Love, либо Smoky вот такой. Но я хочу Smoky, потому что он самый темный. И мы им обычно как раз-таки затемняем глазик внизу. Вот так вот. Берем, затемняем. Размахиваем на все веко нижнее. И немножечко вот так вот. Ну, по-хорошему надо начинать, конечно, с внешнего уголка глаза. Но мы просто сюда добавим цвету. Цвету. И вот сюда его еще берем, доставляем. Вот так вот. Ну, то есть мы могли его не наносить на все веко, эти кремовые тени. Но так надо, понимаете, так надо. Немножечко затемняем вот здесь вот. Вот так вот. Почему? А я не знаю. А я не знаю. А я не знаю, да. Я не знаю. Типа распахнуть взгляд. Все дела, да. Немножечко панда. Такая грустная. Грустная панда. Сюда. Вот так вот. Опять же, мы делаем вот так вот. Втушевываем чуть-чуть в наш более светлый цвет. И можно немножечко вот так вот сделать. Типа идти на нижнем веке. Ну, у нас тут еще на нос попало, конечно, да. Можем немножечко вот так вот потереть жопу себе. Извините. Тут вот так вот подрезать. Только зачем, если мы нанесли тональник? Поэтому я не наношу тональник, потому что тогда проще подрезать. Но как это сделать, если у вас нанесен тональник и вам надо подрезать? Берете ватную палочку, консилер и консилером подчищаете, потому что это лучший выход из этой ситуации. Но мне ничего не мешает размазать тон пальцем, потому что мы его нанесли настолько мало, что он на нас почти не читается. Вот так вот. Но тон, конечно, он уравнивает, уравновешивает кожу. Короче, выравнивает кожу вашу. И с ним проще тушевать тени. Тушевать, блядь. Еще что скажешь. Вот, потом можно взять вместо хайлайтера еще одного. Golden Hoar. Вот этот вот. Этой же кисточкой. Красивый золотой цвет, знаете. Я его иногда наносила вместо хайлайтера, потому что он такой деликатный. Цвет золота. Палетка, на самом деле, очень хорошая, как бы, да. Она гармоничная. Если захотите желтого, бахните желтого. Захотите красного, бахните красного. Почему нет? У хайлайтера можно тушевать границы вот эти вот, которые у нас тут есть. Оп, 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 оп. И все, их уже нету. Ну, почти нету. Камера видит, конечно. Но люди не видят. Самое главное, люди не видят. Там у нас еще полумрак. Так что четенько. Далее. Что мы делаем? Кобыли хуйку делаем. Иногда я добавляю вот такие румяна. Но так как они кремовые, а мы уже запудрились, мы их не добавляем. Берем подводку от Influence. На самом деле, очень классная подводка, если не делать тени. Если тупо рисовать стрелочки, прям, it's very good. It's super nice. Но если рисовать стрелочки, она жуется немножко. Немножечко жуется. Стараемся нарисовать тонкую стрелку, но мы в душе знаем, что эти тонкие стрелки пойдут по пизде. И у нас ничего не видит. Вот так вот. Можно даже соединить это со стрелкой. Вот так вот, да. И немножко опять загасить сухими тенями. Да, сухими тенями. Ну да, у меня есть мокрые и сухие, конечно. Опять смоки цвет. Пройдемся. Пройдемся. Вот. С глазами почти все. У нас осталась тушь. Мне нравится вот этот гротеск. Тоже Vivienne Sabo. У нее такая вот дурацкая щеточка. Для многих дурацкая. Для меня нормально. Как раз адекватно подходит. Хорошая щеточка для прямых ресниц. Потому что если вы начинаете... Ой. Ну, есть в ней некоторые минусы. Но. Если начинать вот так вот прокрашивать. Вот так. Тринц-тинц. Тринц-тинц. Вы, конечно, можете наставить клякс. Но. У вас очень хорошо поднимутся реснички. Они прям закрутятся, закружатся. Будет как в песне, хлопай ресницами и взлетай. Заодно вот этой щеточкой вы можете прокрасить свою межресничку. И нос переносится точнее. Ну, короче, мне надо привыкнуть, и тогда все окей будет. Можно прокрасить еще нижние ресницы, но если я их сейчас буду красить, я стопудняк наставлю себе пятен, как я обычно это делаю. Поэтому нужно сюда либо какую-то фигню приклеивать, либо держать другую кисточку, чтобы на нее красить. Ну и все. Далее, что я делаю? Я рисую себе брови. Брови я рисую с 70-летним карандашом от Vivienne Saboblin, который я покупала еще в период, когда ходила на визаж, на занятия по визажу. Я рисую себе брови, чтобы они были прямые и тонкие. Потому что на данном этапе жизни толстые брови меня немножечко на мне триггерят. Они напоминают мне о бессмысленности бытия. Вообще, конечно, я брови, по-моему, в первую очередь рисую, но так как мы сегодня под лампой и все косяки у нас заметны, я рисую брови почти в последнюю очередь. Кстати, карандаш хороший, могу порекомендовать его, но только в оттенке 02, потому что он более серый, скажем так. Вот так вот у нас получается. Далее нам надо выбрать, какую помаду мы хотим, потому что помада у нас 3000 миллионов. И непонятно, какое настроение. Короче, с собой у меня в косметичке 4 вида помад. По факту их 6 или 7, потому что у меня еще в сумке с собой 2 помады. Одна черно-золотая, другая темно-фиолетовая. Еще тинт, еще блеск для губ, которым я обычно пользуюсь. Короче, выбор падает либо на Том Форд, Том Форд, типа либо на Соду. Мне очень нравится Сода. У нее, правда, уже почти стерлась картинка на крышечке, но ладно. Том Форд мне тоже очень нравится. Но Сода более стойкая. Поэтому что? Выбор падает на Соду. О чем мы все отбросили, блин, в стороны. Выбор падает на Соду. Если мне хочется что-то более темное, то это Том Форд. Если что-то увлажняющее, то это Диор. Либо блеск. Ау, чтоб не кусает. Короче, вот так вот. Вот такой вот у нас макияж повседневный, легкий и простой. Иногда я еще беру глиттеры, да, глиттеры для лица. И фигачу себе вот так. Ну, так как сегодня я в линзах, никаких глиттеров. Если попадет в глаз, будет очень больно. И вам не советую, когда линзы надеваете, использовать глиттеры вообще никакие. Не надо, не надо. Поверьте, не совершайте этой ошибки. Как говорится, не выходи из комнаты, не совершай ошибку. Зачем тебе, люди, если ты куришь, шибко? Вот, а я пошла мыть кисти. И что, видите, стрим? Приходите, кстати, на стрим. А еще подписывайтесь на Бусти, на телегу, на телегу. Пожалуйста, подписывайтесь, потому что я там анонсирую стримы. Туда всякие кружочки записываю. Если со мной что-то случается, если что-то хочу сказать, там, короче, я бываю чаще, чем на Ютубе. А на Бусти у нас сейчас будет доступна небольшая раскадровка клипа, который будет... Очень красиво мне девочка делает. Я прям хочу, чтобы она это доделала. Вот. И если вам понравится эта раскадровка, вы можете мне немножко задоносить, поддержать меня, блин, чтобы этот клип, наконец, вышел. И не только этот у нас, еще один на подходе. Вот, короче, пишите в комментариях, как вам мой макияж? Типа, ну, нравится, не нравится. Нравится, не нравится, терпимая красавица. Нравится вам или нет, сделали бы вы себе такой же. Короче, можете записать видео, как вы. Делайте макияж и отметить меня. Я вам поставлю лайк, напишу комментарий, может быть, репосту где-нибудь. Вот. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр. Всем хорошего настроения. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok